Дорогие друзья, приветствуем вас в субботней школе с Заокским университетом. Мы продолжаем тематическое исследование Священного Писания, и в этом квартале нам предлагается серия уроков, озаглавленных как «Управляющие Господа». Один из аспектов наших отношений с Богом является как раз-таки управление. Бог воспринимает нас, детей своих, как управляющих в том мире, который Он сотворил. Этот мир удивительно сложен, и, безусловно, в таком многосложном мире необходимы мудрые управляющие, и Господь воспринимает нас именно таковыми. Сегодня мы рассмотрим одну из составляющих системы управления, которая связана с нашими финансами, и не только. Тема урока «Заповедь о десятине». Со мной в студии преподаватели и сотрудники Заокского университета. И первый вопрос, который я хочу обратить к вам. Какой смысл вкладывается вот в это понятие «десятина»? Каким библейским смыслом наполнено это понятие «десятина»? Давайте проясним, прежде всего, смысл, значение этого термина. Это десятая часть всех доходов, которые приобретает человек благодаря своему труду, поскольку известно, что Господь нам даёт силы, Господь нам даёт способности, возможности для того, чтобы зарабатывать на пропитание. И поэтому Господь ожидает от нас, что мы отдадим или вернём Ему десятую часть всех наших доходов. Есть что-то добавить к этому определению? Это действительно ровно десятая часть? Или она может быть больше, если человек желает возвращать больше? Или может быть меньше, если, скажем, человек в нужде, у него нет возможности возвращать ровно десятую часть? Ну, конечно, если мы говорить будем всё-таки о истоках Священного Писания, то число десять — это число наименьшей доли. И несколько раз оно встречается в Священном Писании. В частности, при десяти иудеях может собираться синагога. Менее нет. Девять иудеев, синагога всё ещё не может собраться. Ну, предположим, десять заповедей. То есть это то, что то и наименьшее, что, собственно, человек должен соблюдать в правилах и постановлениях. Десятая часть — дохода. Да, это наименьшее. Это число наименьшей доли. Менее десяти нет. Значит, ну, десятин может быть две, десятин может быть три. В зависимости от жертвователя. И в данном случае мы говорим о том, что человек служит Богу своим имением, своим имуществом, своими доходами. То есть это его поклонение перед авторитетом. Поэтому самое малое, что он может отдать, это та десятая часть дохода. А он отдаёт её Господу в дом-хранилище. Тем самым он и выражает своё уважение, своё служение, своё почитание. Спасибо. Хорошо. Значит, мы прояснили этот вопрос. Десятина — это десятая, ровно десятая часть доходов, которые мы имеем в жизни. И у меня вопрос следующий. Десятина — это вопрос финансов только? Или всё-таки в десятине заключён какой-то более глубокий, богословский и, может быть, духовно-нравственный смысл? Пожалуйста. Ну, конечно же, смысл гораздо более глубокий. Вот если мы посмотрим на одно из первых упоминаний о Десятине, когда Авраам после победы над коалицией князей из Месопотамии возвращается, так скажем, при исполненной благодарности, потому что та армия, ну, о ней серьёзно говорить нельзя, которая была в её распоряжении, одержала сокрушительную победу просто-напросто. Давайте прочитаем. Да, поскольку речь идёт о самом первом случае употребления этого понятия Десятина в Священном Писании, наверное, стоит нам прочитать этот отрывок из книги «Бытие» 14 главы с 17 по 20. Когда Авраам возвращался после победы над Кедр-Лаомером и царями, которыми были в союзе с ним, царь Содома вышел встретить его в долине Шаве, что зовётся ныне «Царской долиной». И Мелхиседек, царь Салима, встречая Авраама, принёс хлеб и вино, и как священник Бога Всевышнего призвал свыше на Авраама такое благословение. «Бог Всевышний, сознатель неба и земли, да благословит тебя Авраам, да будет прославлен Бог Всевышний, в твои руки предавший врагов твоих. Авраам дал ему десятую часть из всего, что отобрал у неприятеля». Да, спасибо. Как мы уже сказали, это первый случай использования такого понятия, как «десятина» в Священном Писании. Связано это с опытом Авраама. И вот давайте попробуем, отталкиваясь от этой истории, выделить какие-то очень важные духовно-нравственные аспекты, богословские аспекты вот этой практики возвращения десятой части. Ну, здесь как раз сам текст всё и говорит, потому что тот самый Мелхиседек произносит благословение над Авраамом. То есть он в данном случае выступает как посредник между Богом и человеком. И он говорит о том, что Бог Всевышний, Создатель неба и земли, он подчёркивает имя Бога Элогим, первой главы книги Бытия, что он да благословит тебя, да будет прославлен Бог Всевышний, в твои руки, предавший врагов твоих. То есть вот получается, что человек, который нанёс врагам сокрушительное поражение, здесь ведь, ну, как сказать, за давностью лет много что остаётся за кадром. А за кадром остаётся то, что он как минимум забрал всё вооружение этой армии. Извините, каждый комплект стоит как несколько деревень, потому что это и шлем, и всё прочее. И вот теперь этот человек, теперь с этим огромная добыча, кроме пленников, кроме содомского имущества, кроме всего-всего-всего, он возвращается совершенно восторженный от своей победы, освобождения близкого. И тут ему священник говорит о том, что это Бог. Он дал тебе всё это. И вот теперь Авраам что делает? То есть из благодарности к Богу, дару вашему такую невероятную победу, он теперь эту десятую часть отделяет от силы имущества, которое он собрал там на поле и в шатрах. И тем самым он проявляет то самое величайшее уважение, поклонение Богу. Вот интересная позиция содомского царя. Почему-то Авраам отказывается принимать от царя то, что он освободил. Как вы думаете, почему? Авраам отказывается принимать от содомского царя, хотя тот ему предлагает, вот это твоё. Ты же освободил моё, моё имущество. И отдаёт ли Авраам десятину из того, что ему не принадлежит, но то, что он освободил в результате вот этого военного набега. По-видимому, здесь Авраам просто пытается продемонстрировать, что он стоит на позиции осознания своей полной зависимости от Бога, поэтому чужого не принимает, чужое ему не нужно. Мне кажется, вот из этого нужно исходить, когда он отказывается, так скажем, взять себе то, что вроде бы в любой другой, в любых других военных действиях вроде бы это и принято. Но Авраам отказывается от этого. И он даже говорит, что это... Здесь есть ещё намёк, на мой взгляд, на то, что всё-таки вот князья Содомские и Гоморские это всё-таки противники Бога. Чем позже закончится всё повествование, это гибель у этих городов. Да, да, совершенно верно. И здесь, как бы, мне кажется, вот эту дистанцию сразу обозначает Авраам, да, то есть Бог Всевышний, он мне дал, и вот я отдам с этого. А это ваше мнение. То есть здесь важно и то, что, собственно, вопль на князей там Содомских и Гоморских, когда вот происходит, или на этих жителей, он отчасти ещё связан с несправедливостью, которая царит в этих городах. Поэтому возникает вопрос, а на каком основании происходило вот зарабатывание вот этих всех средств, которые потом предложены после этих военных действий Авраам? Спасибо. Очень хорошая мысль. Пожалуйста. Добавлю, что ведь в практике Авраама не было такого. То есть он был достаточно богатым человеком. Не было чего? Не было того, чтобы он получил это богатство вот таким военным путём. Так. Всё богатство, которое он имел, он как бы расценивал, как Божий дар. И это так было. И для него это было, как мне кажется, вообще чуждым. Просто пойти и забрать чужое. Завоевать. Поэтому, да, вот как было сказано, что как бы чужого мне не надо. Потому что всё, что он приобретал, это было непосредственно даровано Богом. И только такой дар он осознавал как собственное. Спасибо. Спасибо. здесь ещё один момент, связанный с Милхиседеком. Он связан с тем, что вводится определённый вот такой принцип, который позже уже после исхода будет как-то, так скажем, принят на уровне вот такого законодательства ритуального и законодательства религиозного, когда посредником в этих взаимоотношениях между Богом и Авраамом выступает как раз священник. Милхиседек, через которого Господь благословляет Авраама, и которому Авраам возвращает десятину как раз через священника, таким образом демонстрируя опять же вот такое осознание своей зависимости от Бога вот в этой ситуации. Как автор послания к евреям вот использует этот эпизод из книги «Бытие» для того, чтобы показать важность и значение вот этого служения Милхиседека в Ветхом Завете как прообраза истинного первосвященника от Сына Божия Иисуса Христа. Давайте, давайте прочитаем этот текст из седьмой главы послания к евреям. Ибо Милхиседек царь Салима священник Бога Всевышнего тот, который встретил Авраама и тот благословил его возвращающегося после поражения царей которому и десятину отделил Авраам от всего во-первых по знаменованию имени царя правды а потом и царя Салима то есть царя мира без отца, без матери без родословия не имеющий ни начала дней ни конца жизни уподобляясь Сыну Божию пребывая священником навсегда. Видите, как велик тот которому и Авраам патриарх дал десятину из лучших даров своих получившие священство из сынов левийных имеют заповедь брать по закону десятину с народа то есть со своих братьев хотя и сие произошло от чресел Авраамовых. Вот как вы думаете почему автор данного послания подчеркивает причем несколько раз подчеркивает вот этот момент в эпизоде с Авраамом который дал десятину Мелхиседеку Ну здесь видите вопрос стоит чье священство выше получается что Мелхиседек да то есть человек который из ниоткуда нет упоминания в родословии нет отцов а следовательная фигура невероятно загадочная откуда он появился кто он такой в принципе потомки Авраама и его так скажем родственники известны откуда и получается что если Левий да то есть а это все что-таки дети в том числе и Арон брат того же Моисея в лице Авраама отдают десятину тем самым они признают что их священство и статус ниже чем тот кому они отдали Мелхиседек в этом случае Сын Божий и Сын Человеческий то есть Иисус Христос он как бы священник по чину Мелхиседека он получается как бы личность которая пришла сюда на эту землю и его священство как священство Мелхиседек это основная мысль автора послания к евреям она выше чем любой земной священник из рода Аарона ну здесь еще один момент связан с тем что если священство Левия оно распространяется собственно ну на священство и получают благословения священники то священство Мелхиседек оно больше еще и потому что Мелхиседек это и священник и царь в одном лице точно так же как Христос является и священником и царем в одном лице поэтому в этом смысле выше чем его священство священство Христа по чину Мелхиседека потому что оно выше чем священство леет. Спасибо. Вот забегая вперед, хочу спросить у вас, так кому мы возвращаем десятину служителям, священнослужителям, вот тем, кто участвует в священнослужении в церкви, или мы все-таки возвращаем Богу, истинному первосвящению, Сыну Божию Иисусу Христу? Да, конечно, Сыну Божию Иисус Христу. Да, спасибо. Хорошо, давайте прочтем еще один отрывочек из книги «Бытье», 28 глава, с 20 по 22 тексты, и постараемся ответить на вопрос, какое значение имела практика возвращения десятины в жизни другого патриарха, ветхозаветнего патриарха Иакова. «Бытье», 28 глава, с 20 по 22 тексты. Прочите, пожалуйста. С 20? Да, с 20 по 22. «И дал Иаков такой обет. Если Бог будет со мной, оградит меня от бед в пути и дарует мне хлеб и одежду, если благополучно вернусь я в отчий дом, то будет Господь моим Богом, как никогда прежде. А на этом месте, где камень сей, я памятником поставил, будет дом Божий. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я обязательно буду отдавать тебе десятую часть». Спасибо. А какова предыстория вот этого обета, который дает Иаков Богу? Место поклонения, которое он устанавливает? Это невероятная история, опять же. Позвольте мне немножко рассказать об этом. То есть получается, что в данном случае Иаков – это беглец из своей семьи, от родства, то есть поссорившись с братом, обманув отца, он вынужден уйти из семьи. То есть он изгой, он беглец, беззащитный, по сути дела. Направляется он к своему родственнику в Месопотамию, к Лавану, для того, чтобы обрести семью, найти себе жену. Ну и, собственно, вот в таком состоянии, как он здесь представлен, человеком одиноким, хотя наверняка он шел с караваном каким-то. Тем не менее, вот эти все чувства его, когда он ложится спать, и в изголовье у него, по сути, камень, то есть бездушный, соответственно, значит, будущего он не видит. И вот ему снится сон, ему снится лестница, основание которой на земле, а верх на небе. И ангелы не сходят, то есть спускаются и подымаются наверх. И вот интересно, что здесь к нему обращается Бог и говорит, я Господь, Бог Авраама, праотца твоего, Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дарую тебе и потомкам твоим. Они неисчислимы будут, словно песок на земле. И так далее. То есть опять приходит Бог, теперь уже не священник Мелхисаде, который пришел к Аврааму, а сам Бог, и дает благословение. Вот теперь какое благословение? Вот вся земля вот эта, это твоя земля. Я дам тебе и потомкам. Знай же, я с тобою и буду всегда хранить тебя, куда бы ты ни пошел, и верну тебя в эту землю. Я не оставлю тебя, не исполнив того, что обещал тебе. И вот здесь, когда он пробуждается ото сна, то есть он просто опять же в шоке, в восторге от этого видения. И он заключается в своей стороне с Богом. Завет обет дает о возвращении десятой части. То есть возвращение десятины со стороны Иакова, это уже ответная реакция на Божье благословение. Но ни в коем случае не наоборот. Мы не возвращаем десятину, чтобы заслужить особую милость в глазах Божьих и обрести благословение. Еще один момент. Известный всем нам Элиас Бразил де Суза, адвентистский теолог, написал диссертацию докторскую, посвященную небесному святилищу в Ветхом Завете. И вот он упоминает вот этот отрывок и очень важные выводы делает, потому что момент, связанный с тем, что Иаков видит лестницу, это определенный намек на то, что проявляются определенные элементы, связанные с небесным святилищем. Вот здесь вот, в этот момент. Поэтому момент, когда появляется идея о святилище, тут же появляется вопрос, связанный с десятиной. Потому что эти вещи, они взаимосвязаны, взаимозависимы. Ну и, собственно, вопрос связанный здесь и с тем, что всякий раз, когда ветхозаветные времена, когда Господь являет свое откровение на определенном месте, подобные места не выделяются, будь то жертвенникам, будь то каким-то камнем, возливается это все маслом, для того, чтобы вот таким образом отметить знак божественного присутствия, который будет напоминанием и самим этим людям, их потомкам. И вот этот обет, который Яков дает, собственно, Господу, в этот момент, связанный с десятиной, он, собственно, передается и на последующие поколения, связанные с детьми Якова. Хорошо, спасибо. Ну что ж, давайте мы продвинемся чуть дальше и попробуем ответить на вопрос, какова главная цель возвращения десятины, для чего вот десятина, как она расходуется и каково ее основное предназначение. Прочтите, пожалуйста, два текста, 21 и 24 из 18 главы книги «Числа». Книга «Чисел», 18 глава, 21 и 24 тексты. Здесь как раз-таки вот конкретно говорится о том, как расходуются эти средства. Все десятины в Израиле я отдаю сынам Левия, это будет их доля, отдаю их за служение, которое они совершают, служение при шатре откровения. Ибо им я даю десятину сынов Израилевых, которую они отделяют как приношение Господу, потому и говорю о них, не должны они владеть никакой собственностью среди других израильтян. Так, итак, каково основное предназначение десятины, которое возвращалось... Поддержание сынов Левия, которые не имели определенного удела, которые не занимались сельским хозяйством, не могли таким образом своим трудом поддерживать свои семьи. Господь установил такой порядок для того, чтобы поддерживать священство. Важный этот принцип поддержания тех, кто отвечает за всю духовную жизнь народа, отвечает за служение в Скинии, которую сам Бог установил. Я думаю, что это очень важно. Павел интересно приравнял, или как-то подметил, да, что, говорит, трудящийся достоин пропитания, говоря о служителях, да, тех, кто несет Евангелие. То есть, по сути, это труд не меньший, не легче, чем труд там какого-то рабочего на заводе или где-то в преподавательской деятельности. Поэтому этот труд, который оплачивается непосредственно самим Богом, и, скажем, систему эту, да, установил Господь. Ни правительство, ни государство, ни какое-то человеческое установление, а Господь определяет. А сами священнослужители, сами левиты освобождались от этой ответственности? Нет, они тоже возвращали десятину. Ну, здесь надо сказать, видите, для чего это все и делается. Ну, с какой целью, да, то есть им не дали собственность при разделе земли, и с какой целью им определили вот и труд основной, и целиком вот на духовном, как бы мы сказали, служении, ну, на самом деле, поддержание служения во святилище, да. Ну, как бы, ответственность очень высокая же, на самом деле. Мы вспоминаем историю Созы, который был, на самом деле, левитом. И при транспортировке ковчега, вы помните, да, который оказался на валах, он начал падать, он заприкоснулся и погиб на месте. А ответственность оказалась численно высокой, потому что они должны были четко соблюдать ритуал. Ковчег нужно нести на шестах, на плечах. Все. Нарушение смерти вообще, в принципе, да. Мы вспоминаем и сыновей Аарона, которые погибли, то же самое, принеся чуждый огонь, да. Очень много здесь важного, то есть ритуал должен поддерживаться неукоснительно, четко. Мало того, смысл ритуала, смысл духовных вещей должны передаваться народу. Это и посещение, это молитва по семьям, помните, да, Самуил обходил города, судил народ, и опять же-таки он рассказывал о том, кто такой Яхва, да, то есть среди такого большого политеизма здесь в Палестине. А, соответственно, на священниках и на левитах лежит обязанность, с одной стороны, ритуал и скинь, а с другой стороны, духовное просвещение народа и окормление, как бы мы сказали, народа, да. То есть мы должны четко занимать позицию, духовную позицию, отстаивать ее, проповедовать, говорить, поддерживать и, соответственно, держать фронт против идолопоклонства, который процветал. Спасибо. Друзья, вот часто приходится слышать такие рассуждения, в частности, в среде христиан, что десятина – это практика, которая формируется в связи как раз-таки с установлением левитского священства, служения в Скинии. И учитывая временный, такой вот прообразный характер этого служения, которое завершается во Христе и заканчивается с жертвой Иисуса Христа на Голгофском кресте. И практика десятина, она как бы тоже прекращает свое существование во Христе. И института священства, земного священства, в Новом Завете как бы уже и нет. Поэтому и практики возвращения десятины тоже в Новом Завете нет. Что вы скажете вот на сей счет? Но мы начали размышления от Авраама и посмотрели на Иакова. А ведь такой расписанный институт священства и левитов появляется гораздо позже. Да, да, совершенно верно. Через несколько столетий. И поэтому возникает вопрос, а как же у них это все было? Кому же они отдавали Дестину? Появляются фигуры Мелхиседека, все-таки какой-то был священник. Ну и надо сказать о том, что эта же практика не только была у патриархов. Она вообще известна, в принципе, в Древнем мире. То есть, когда люди там действительно возвращают в местные храмы, местным божествам, соответственно, они не делали ничего такого, чтобы это было просто фантастикой, абсолютно новым смыслом и новой идеей. Соответственно, когда мы говорим о том, что десятая часть, то, что мы возвращаем Богу, это благодарность наша, Богу за благословение, которое нас одаривает, но благословения в Новом Завете продолжаются. А, соответственно, благодарность наша должна тоже продолжаться и в Новом Завете, как и в Ветхом Завете. Да, у нас нет храма, храм на небесной, да, то есть, но тем не менее у нас остаются места поклонения, служения, туда, куда мы, что мы должны поддерживать их функционирование. Дело в том, что мы, мне кажется, что мы имеем дело здесь с божественным менеджментом определенным, если можно так сказать. То есть, это принцип божественного управления в контексте Божьего народа. Поэтому, вне зависимости от того, есть храм или нет храма, да, храма нет на земле, но на земле есть церковь, которая существует в определенном смысле по таким же принципам, имеет точно такую же миссию, имеет определенную цель существования в этом мире. И да, действительно, мы сегодня не делим, так скажем, народ Божий на клир и мир, но, тем не менее, у нас есть служители, которые всю свою жизнь отдали служению Господу, все свое время они посвящают служению Господу, служению церкви. И поэтому принцип божественного вот такого управления заключается в том, чтобы церковь поддерживала бы этих людей. А каким образом? Посредством десятины. Это самый простой в этом смысле и самый напрашивающийся вывод, особенно если мы учитываем, что на самом-то деле десятина была всегда, вот Юрий Михайлович только что сказал в отношении ветхозаветных времен, но и в новозаветные времена уже, в истории христианской церкви, в средние века, десятина всегда существовала. Да, мы сейчас к этому еще вернемся. Вот есть в Священном Писании интересное понятие, связанное с тем местом, где хранились десятины, которые народ Божий приносил. Сокровищно. Да, как называется это место? Дом-хранилище. Прочтите, пожалуйста, Малахия 3.10. Принесите все десятины в дом-хранилище, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савауов. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка. Так, что понимается под домом-хранилище? По-видимому, идет речь о храме Божьем, который был центром всего священнического служения. И именно туда должны были приносить свои десятины, будь то, условно говоря, натуральным каким-то продуктом, либо средствами. Спасибо. Но вы знаете, в каком контексте пророк говорит о доме-хранилище и о возврате десятины. Это отступничество среди тех, кто должен был удовлетворять духовные нужды своего народа. Это страшные пороки, которые царили среди священства. И вот в связи с этим у меня возникает вопрос. Может ли человек верующий оправдывать свое нарушение вот этого принципа или этой заповеди о возвращении десятины под предлогом того, что священники не верны, они нечестны, они злоупотребляют своим положением? Но опять-таки, наверное, возвращаясь к мысли и первоначальной, о том, кому мы возвращаем десятину. То есть мы возвращаем десятину не священникам, не пасторам, мы возвращаем десятину Христу. И каждый несет ответственность личную за то, как я возвращаю, то, как я ее употребляю. То есть практика, которую иногда прибегают некоторые христиане, такого самостоятельного распоряжения десятиной, она не поддерживается священным писанием, так? Ну здесь, мне кажется, даже больше, чем самостоятельное распоряжение, скорее, это осуждение, да, то есть осуждение какого-то конкретного человека или людей, сказать, что вот они не так себя ведут. Но здесь опять же, да, то есть какая идея священного писания, да, потому что пророки говорят, горе вам, там, лжепастыри, да, условно говоря. Да, то есть история Оза нам известна, опять-таки. То есть, да, человек не так себя повел, соответственно, умер тут же на месте. Такова была вот жесткая воля Божия, да, в отношении Оза. Мы понимаем, что все-таки у священника тоже есть ответственность, и он тоже в руках у Бога, поэтому если что-то есть, он делает не то. Его постигает, так скажем, его поступки. То есть суд Божий-то происходит в этой жизни. Соответственно, говорить о том, что я не дам в десятину, не буду возвращать Богу ничего, у тебя плохие служители, ну, как-то это не очень серьезно. Понятно. А что пророк Малахия, мы возвращаемся к третьей главе пророка Малахии, вот, что пророк Малахия все-таки предлагает человеку, что касается вот, ну, возвращения десятины Богу, даже несмотря вот на этот не совсем приятный фон, да, и контекст. Он предлагает Господа испытать. Это что значит? То есть, смотрите, как интересно, все-таки мы вот этот текст прочитали. Мне бы хотелось еще раз в новом переводе. Десятину сполна принесите в хранилище храмовое, возвратите ее, чтобы в доме моем была пища, и так испытайте меня. То есть Господь предлагает, что за то, что человек остается верным, Господь будет защищать человека, будет защищать его хранилище, будет защищать его урожаи и так далее. То есть, потому что Господь таким образом пытается продемонстрировать, что он является Богом над всем. И вот подобная верность, она, как бы подобное вхождение в завет, со своей стороны человек делает свое, он отдает десятую часть, Господь берет на себя свою часть, когда защищает человека и весь его прибыток. Да, замечательные слова, конечно же, испытайте Господа. Я думаю, каждый человек, который сталкивается с какими-то серьезными проблемами в своей собственной жизни и видит, может быть, вокруг себя проявление нечестности, даже среди служителей церкви, к сожалению, бывает и такое, он должен помнить вот об этих словах, да, испытай Господа. То есть ты не сомневайся, ты, главное, будь верен Господу, и Господь тебя благословит. Еще один вопрос, очень важный вопрос, который тоже часто приходится слышать от даже некоторых верующих людей, христиан, что якобы в Новом Завете нет уже практики возвращения десятины, это сугубо ветхозаветная практика. Вот в Новом Завете мы просто добровольно, кто сколько может, возвращаем Богу, поддерживаем дело Божие. Вот есть ли какие-то подтверждения в Новом Завете вот этой практики, что она все-таки сохраняется, есть определенная преемственность ее. Да, давайте прочитаем текст из Евангелия от Луки, 11 главы, 42 текст. Но горе вам, фарисеи, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, не родите о суде и любви Божией, все надлежало делать и того не оставлять. Это как вот понимать? Последние слова. Что на мелочи какие-то обращаете внимание, на то, чтобы определить, что является там... Ну, Христос осуждает, осуждает ли их за то, что они вот так строгие, так щепетильные в возвращении десятой части? Он не осуждает. И, в принципе, десятина, как мне видится, она призвана не просто для того, чтобы, ну, скажем, в первую очередь, да, исполнить заповедь, а во-вторых, она играет очень добрую службу для человека, навести порядок в своих финансах. Вот, ну, мне кажется, что у тех, у кого, как бы, есть несколько приходов, да, несколько источников доходов, то очень сложно отслеживать. Поэтому десятина – очень хорошая возможность, чтобы отследить это все. То есть десятина на своем месте, Христос ее, эту практику не отменяет, он просто осуждает, что Христос осуждает. Он показывает, что есть важное и есть второстепенное. То есть важно суд, милость и верность. А возвращение десятины – это второстепенно? Нет, он говорит, что вот это нужно было делать. А то, что вы делаете, там, отделяя с мяты, с тмина, с аниса и так далее, это тоже нужно было делать. Но самое главное – это суд, милость и верность. Спасибо, спасибо. А как апостол Павел показывает преемственность принципа десятины в новозаветном служении? Прочтите, пожалуйста, 1 Коринфянам, 9 глава, 13 и 14 тексты. «Разве не знаете, что священодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику уберут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Вы чувствуете, да, что в этих словах Павел как бы подчеркивает вот этот принцип преемственности возвращения десятины? Да, возвращение десятины остается и в Новом Завете, и эта практика, она не отменяется. Хорошо, спасибо. Учитывая то, что время наше уже заканчивается, я хотел бы задать вам последний вопрос. Как вы думаете, как возвращение десятой части своих доходов к Богу формирует христианина? Как это влияет на него? Какие качества характера помогают воспитать в человеке верность возвращения десятой части? Это, прежде всего, благодарность. Огромное благодарность Богу. Второй момент очень важный, да, то есть все-таки финансы, имение, как хотите, дом, да, это что-то очень личное. Это то, чем человек очень дорожит, это то место, где он живет, то, чем он пользуется, то, что составляет его личность, да, то есть какой-то отпечаток его личности. И вот теперь он отдает, то есть принцип отдачи, да. Он не то, чтобы все время только наполняет свои хранилища, а он отдает, то есть он отдает Богу, он отдает церкви, да, то есть и это делает его, что ли, ну, более заботливым, да, то есть о церкви. Он делает его более… Открытым на нужды людей. Жертвенным. На церкви. На нужды людей, да, совершенно верно. Ну, то есть принцип отдачи говорит о том, что его рука открыта, да, протянута рука помощи, поддержки другого. Здесь еще какое-то… воспитывается какое-то постоянство вот в этом смысле, когда человек понимает, что он должен это отдать. Это не его. Господь это называет своим. Поэтому вот это воспитывает в нем такое постоянство в жертвенности, постоянство в том, чтобы отдавать и поддерживать церковь. То есть это осознание того, что будь то большая церковь, большая община или маленькая, мы все понимаем или должны понимать, что от нашего какого-то участия в конце концов зависит благополучие всей церкви. Да, да, замечательно. Спасибо большое, да. Да, последнее. Вот где-то, может быть, как раз-таки это готовить к тому, чтобы в последний момент оставить это без… Вот все, что мы нажили, да, оставить это без сожаления. Вот как бы принцип возвращения десятина. Спасибо, спасибо большое. Дорогие друзья, мы с вами рассмотрели очень важную тему, которая имеет прямое отношение к управлению, управлению теми ресурсами, которыми Господь обеспечивает каждого из нас в нашей жизни. Конечно же, на эту тему можно говорить очень много. Я хотел бы порекомендовать всем тем, кого интересует эта важная тема, десятины пожертвований. Вот эту небольшую книгу, которая была опубликована